итак друзья я приветствую вас на канале находимся мы где-то на югах на югах германии а именно вот сзади у нас остался город фрайбург ну такой дождь интенсивный конечно пошел я пыну щетками это мотылять я не знаю ну конечно красиво было заснять ну вот справа видите такой ручей очек кстати вот это вот едем мы кстати в город у меня загрузка донаушинген вот то есть никогда я там катался на велосипеде вот ролик вышел буквально так то сейчас мы вот так получается от 5 автобана в сторону 81 и мы переезжаем просто через вот такие вот ну опять же назову до гозьими тропами такими почему сверху до горы то есть ущелье какой-то воды мы между вот таких такой долинки от принципе сонимся местами вот даже видно было 30 километров в час как бы курорт на такая зона вроде бы должны мы сейчас тоже проезжать смотрим вверх тоже кстати поезда входит это ж-то или электричка потихонечку подымаемся мы красиво конечно да ручьё горные и скалы вот такие и мы между этих скал я не знаю как лучше приподнять наверно может атака чтобы вам было выше смотреть на ростом края как-то туннелей слева виден как для электричек для поездов и мы потихонечку вверх сунемся я только что буквально выгрузился на пусто мы сейчас едем на загрузочку справа там вот пешеходный такет выдавал момент кстати но интересно такой вот места такие не так часто я здесь попадаю а именно переезжаю с одного как бы на другой то есть ну не по автобану сунемся а вот такими вот местами ну дождик видите мешает не знаю как будет на объективе это все на экране будет высматриваться таких на но как но так как так так Таких, вернее, на такой дороге разрешенная скорость для грузовика, это составляет 60 километров. Не знаю, он выйдет, нет? Хотел, а пропустили его все-таки. Так, и опять вверх там так высоко, мне не видно, видите, туман или спарение такое идет. Ну, а железная дорога в одну колею получается, то есть одна полоса. Я не знаю, как оно получается, курсирует, пропускная способность, то есть идет в одну, потом как-то может где-то развязка какая-то. И мы все потихонечку сунемся вверх. Давайте, наверное, все-таки обгоню этого. Ему тяжковато, наверное, потому как грузоный, а я-то пустой. Ну, вот как-то так. Честно скажу, да, нарушаем сейчас ехать. Еду 90 километров, это как на автобане. Ну, видите, впереди скорость потока, как говорится, движение идет. Как минимум 80 едут они. Ну, нормально. Так, ну, дальше я не знаю, что там у нас будет в парке какой-то. И опять змейка. Ладненько, друзья, едем дальше, как говорится, да? Очередное такое закружение. Вернее, видите, то есть ограничение скорости 50. И мы все, видите, крутенько будем подниматься еще выше. Хотя по навигации я вообще как-то в стороне еду. Не знаю, что там мне показывают так криво. Да, сейчас пойдут все пандельчики, надеем. Все выше и выше. Мы уже на высоте 700 метров. А было около 200. Вот и полиция. Стреляет пустая пластиковая тара. Давление все-таки, видите, повышается. Вот таким булыжником, видите, как выложили такую отмостку, сделали, чтобы не сыпалось на проезжую часть. Да и вообще, в принципе, чтобы облазни каких-то не были там. Во время дождей там или еще какого-то там ривней. Ограничение 10 километров. 10 километров в час. Ничего себе. А здесь получается петля. Сейчас будет. Вы превышаете допустимую скорость. Сверху крест. Видите, как по бордюркам чешет чуть-чуть коллега там, если вам видно колесиками. Надо мне так чуть-чуть этот самый брать побольше дистанцию, ну, вернее, радиус. Вы превышаете допустимую скорость. Ай, чуть-чуть зацепил. Ну, вообще, в прикирочку, все четенько. Как вам, а? Ну, пустым я же говорю, что нормально еще ехать. То есть весело. А вот грузоным, ну, еще плюс, когда вот зимой, гололед. Ну, я понимаю, здесь поливает, посыпает всякими там сыпучками всякими. Контролирует это дело. Вот, ну, что-то мне отстремновато вот. Через 100 метров держитесь левее. Через 50 метров держитесь левее. Итак, уже почти 900 метров. Проедите 39 метров. Населенный пункт здесь. Видите, живут. Ну, чистенько, красиво, нормально. Ну, вот так вот. Ладно, едем дальше. Ну, по моим меркам, 925 метров. То есть, ну, опять же, судя по навигации, насколько она точна, то есть, вымеряет, ну, измеряет высоту относительно уровня моря. Ну, вот так. Все, теперь пошли потихонечку на спуск. Такой себе перевальчик небольшой. Место для отдыха. Либо для паузы там отстояться. Ну, видите, там сразу и вывозят лес. Уже попиленный. Потом приезжает лесовоз. Манипулятор грузит себе. И поехал дальше доставляться. А так вообще красиво смотрится, да? Поля такие ровные. Вот здесь ухоженное все сделано так. Друзья, повторюсь, это Германия. Южная часть ее. Район где-то Фрайбург. Между автобанами 5-м и 81-м. Фрайбург. 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 Так, ну ладно, друзья. Едем дальше, как говорится, да? Вот коллега вышел в туалет. Запрятался. Фрайбург. Так, впереди литовский прицеп. Вот, тянуть может кто угодно его. Видите, как справа вот скала. Как ее усилиют, чтобы она не сыпалась. Здесь сеточкой даже обживаются. Все ради безопасности, да? И вот такой мостик, если вам видно. Ну, а внизу там круто. Я не знаю, какая высота. Ну, там нормально. Представьте, какая высота свая. Вот она все держит. А мы еще поднимаемся вверх. Ага, так вы видите, она была вниз, а потом спускается. Потом круто вверх. А так, благодаря этому мостику мы и поднимаемся, и у нас такой небольшой подъемчик. Ну, как бы, да, относительно. То есть, но все равно мы едем. Там вот справа на склоне что-то в пленку все закатали. Я не понимаю, к чему бы это... Что там? Видите, сразу информация, где, куда запрет, как можно проехать. Через что объезжать. Насчет этого немцы, конечно, молодцы. Это... Это сто процентов. И в Швейцарии тоже. Вот. Ну, просто, я не знаю, ну, классно. А Польша уже чуть-чуть хромает. Некоторые там закрыта дорога. Все, уже ты сам ищешь куда вправо-влево его повернуть, как объехать. Короче, такое вот. Так, 937 у меня показала. Вот. Красота. Такой вот себе еще воздушность. Ладно, едем дальше. Итак, друзья. Подъезжаем мы к месту своей загрузки. Справа вот у нас логистика Aldi, где мы были когда-то на уикенде. А теперь я имею здесь загрузочку. Видите, как совпало. Ой, чуть-чуть резко я притормозил. На следующем повороте поверните направо. И поворачиваем направо на загрузочку в сам городочек. Сейчас глянем, что там справа никого. Слева тоже. Готовьтесь через 850 метров ехать на дорогу с другого движения. Наше место назначения. Промзона здесь получается с правой стороны. Я туда же катался. Ну, там он Макдональд с правой стороны есть. Опять же магазин там Aldi. Я там был. Ну, я просто туда не заснял ничего такого. Сейчас же прокатимся вместе. Индустрия на зоны. Готовьтесь рейбить маконичный дом через 700 метров. Через 700 метров. Вот таких вот зонах работают немцы там, да, еще какие-то может русские. Это в основном, ну, если на русскоязычные, это в основном с Казахстана там по переселению. В основном. Ну, вот так это. У меня сейчас загляну, как называется моя... Вы прибудете в конечный пункт через 100 метров. Налево. Ново, 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 ново. С левой стороны, а вот, видите, как хорошо мобилизация. Так, так, так. Лес запрещен или как здесь объехать с той стороны, наверное. Ладненько, друзья. Сейчас пока раздуплимся, да. А нужно все-таки вот сейчас развернемся мы на кругу. вернемся назад. Нам нужно было все-таки раньше заехать, но ничего. Вот видите, как классно вот у немцев, да? вот приезжаешь, фирма ново. И смотришь, я просто, видите, не так заехал. Значит, безухо, это здесь бюро, офис, а с той стороны на нас загрузка. Вот. Ну все. Получается нам направо. вот справа какие-то работники перекур у них. И где-то, где-то, где-то ищем, ищем, ищем заезд. А вот, видите, написано ново. 15. А, так, не пойму я, как заехать. Ага. Круто. Нужно будет брать. Все-таки с левой стороны было, как я походу ехал, веселей было бы. Вернее, ровнее, да, заехать. Вот. Ну все. Видите, как по красоте. И сейчас мы в бюро зайдем, узнаем, куда, что, как, как будем грузиться. Боковая, то ли задняя загрузка нам скажут. Вот тоже приехал, наверное, какой-то коллега. Ну, короче, как-то, как-то. Все. До новых встреч. Люди, вот такая красотень, конечно. Да, я здесь тоже редко бываю. Это 33-я дорога. Как бы возвращаемся вам бы назад от Данао-Шингена на пятерку на автобан. И потихонечку спускаемся. Там мы поднимались. Опять же, дождик такой, видите, неприятный, морозит. Капельки будут размываться. А так вообще интересно. Где-то пикает там радар внизу. Вот как-то анюз бах. Вроде бы так. название ему. Вот слева радарчик. Добавилан вот наверху справа так а царите как он построен красиво так просыпаюсь и конечно там внизу конечно дорога будет на расшумного то хотя не знаю может какая-то звукоизоляция есть вот а вообще вот 5 какая красота даже автомагазиновые салоны какие-то с того слева четыре метра высота фломакс вот объява 25 26 это и по барахолке каждый кто желает так они здесь на право вот дождите как 33 500 направо так сувенирчики прикольно мы все еще спускаемся помаленьку ну да 600 метров над уровнем как-то вот двадцать пятого двадцать шестого приглашают посетить ух ты как красиво и мы уезжаем в скалу вот парковочка да вот здесь можно как говорится запарковаться на ночь зато будет свежо как здесь спать тарелка на дереве кто-то прицепил наверное за горы не видно то есть вернее как-то вот мешают односпутник ух ты какой домик как красиво дождь 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 да не дает красиво чтоб нам рассмотреть все это капельки дождя дождя разбывает по стекле вот еще время даже показывать и четенько время кстати вот 37 минут третьего вот здесь ремонт дороги вот такой нам коридорчик как лыжники да и мы как автомобильные слалом должны быть между этих как бы палки да называют лыжники первая петля должна раз раз не зацепить ничего так а здесь производство какое-то ветер пыхтит дымит то есть в таких вот ущелье такому разместиться наладить производство все и дерево губ ты он досочки-то пиляет вот так как слушать машинке грузится вот так и вот еще не хватает уже никуда складировать они все на дорогу и слева вот здесь уже гляньте друзья вот так избыток избыток реализации конечно нет мера такой возможно тянут вот еще лесовозы прикольно прикольно мы все спускаемся речка вот таких ручейков там 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 собирается и все больше больше а на дороге вы видите что потока воды нету ее то есть я делают вода отвод специально и здесь еще доски вот слева перед туннелем капец просто вы знаете это дорога еще не ездил вот так чтобы проезжать полностью нищу 15 километров до загрузочки вот как-то так ладно спускаемся дальше дождь идет дорога практически видите нет таких чтобы сгорыть это сливалось там и пересекала вот проезжая часть выбывал или как-то и направляет ее просто и кто-то говорит да вот как живут над дорогой ну да кому-то не повезло над дорогой а так в основном визит который вот дальше от слева там он улице которые параллельные перпендикулярные нам спокойно золой массив жилая зона нормально живут и так что не так все страшно как как все рассказывают дайли какая-то комментариях читались ну промзона вот видите слева фирмы что-то тоже заготавливают видом здесь уже кругляк такой да брус дерево круглое его шкуру наверно как-то не шкура корабль не обчищают от цилиндров он там так красиво там порт такой был бухты бассейн открытой все жалко не видно я так стараюсь потихонечку видите спускаюсь а глаза влево вправо ну как бы участку право да никого в основе вас высматриваешь жалко 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 блин поводка ну ничего вот такие вот дела слева что-то опять дерево перерабатывающая так так позже налево получается вот завод прямо там все такое а мы сейчас через скалу объедем пока выключаемся хотелось бы сказать конечно да люди делают видите в скале пробили туннели до дорогу положили классное все для того чтобы там разгрузить какой-то вот населенный пункт чтоб так там часто вот которые транзитные машинки идут они не досаждали населению все ну так это ж надо продырявить насквозь стену все это вернее скалу и классно вот такое покрытие положить все а у нас я не знаю нас даже какую-то через город какой-то объездную дорогу там не может сделать просто дорогу там асфальт положить либо если положили то она буквально через полгода года на расцеплась и вот так вот поток такой горный смотришь да вода конечно грязноватая вот но ну вот как то так понемногу уши откладает чуть спускаемся уже 323 метра сузуки мотоцикл стоял еще старенький но наверное еще вполне вполне рабочий здесь покосили травочку уже сейчас может перепахают и и возможно далее чтобы новая опять зашла либо же все будут ждать опять чтобы она зашла напомню сегодня 20 ой 21 мая 19 года находимся мы германия едем по 33 дороге б-33 и в сторону 5 автобана то есть в районе вот но опять же так как бы юга 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 ну вот как то так ну вот как то так так пока ждем пауза поехали поехали про Продолжение следует... 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 и опять же здесь вроде как получается нормально сейчас ты смотрел какой он сустрый грозовичок нормальная вот эти от легковые друзья что-то мне не нравится в лапах пауза поехали поехали как говорится с богом так и пейзажи как сказки да среди как травка бугорочки да потом там лесок там лесок ну блин погода не дает ладно едем дальше